Сегодня, несмотря на проливную дождь, у дома номер 2, дробь 1, по проспекту Ленинского комсомола появились новые деревья и кустарники. Так началось решение масштабного зеленого уравнения. Благоустройством дворов администрация занялась еще летом. Были оборудованы детские площадки, увеличилось количество парковочных мест, но прогресс невозможен без жертв. Работы повлекли за собой так называемую санитарную вырубку зеленых насаждений. У местных жителей это вызвало недовольство, они отчаянно боролись за сохранение каждого растения. И вот решение, найденное вместо одного вырубленного дерева, появится целых два. В данный момент на территории ПЛК мы производим компенсационную высадку деревьев и кустарников, которые были в процессе благоустройства территорий вырублены. Сегодня будет посажено 15 деревьев и 8 кустарников. Материал пришел очень хороший. И рассчитываем на то, что высаженные деревья нас в дальнейшем порадуют. Очень приятное дело, потому что здесь действительно зелено должно быть. И с ребенком, с внуками гуляем. Это очень здорово. Компенсационные высадки зеленых насаждений продолжатся в течение недели. За это время будет высажено порядка 300 деревьев и кустарников в десятках дворов видного. Продолжим разговор с директором муниципального бюджетного учреждения службы единого заказа благоустройства и дорожного хозяйства Александром Голиковым. Здравствуйте, Александр Викторович. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, жители. Как мы поняли, из предыдущего материала компенсационные посадки деревьев уже в видном начались. Да, Татьяна, начались с сегодняшнего дня. В городе, в Ленинском районе, большое количество территорий сегодня проводится комплексное благоустройство. В связи с этим, естественно, в определенной степени нуждаются вынужденные вырубки деревьев и любых насаждений растительных. Это все отмечается, соответственно, в экологической службе и направляется к главе Ленинского района для рассмотрения о компенсационной высадке. Все это оформляется постановлением. И мы сегодня, выполняя поручения главы Ленинского района, приступили к данной теме. Как мы видим, сегодня у нас высадка началась с проспекта Ленинского комсомола, дом 2. И пойдем в течение недели, до вторника, следующей недели, будем высаживать, соответственно, деревья. Я знаю, что адресов очень много. Да, у нас по учетной ведомости 290 деревьев и 14 кустарников. Из них 280 мы кленов закупили, как деревья, и 10 лиственниц. Все в очень хорошем состоянии сегодня, и население жителей, которые выходили, были довольны той рассадой, которую мы приобрели. За каждое срубленное дерево будет посажено 2. Да, это такое, в обязательном порядке стремления главы администрации, и по законодательству так положено. Деревья высаживаются только силами вашего предприятия, или в этом могут принять участие все жители? Я думаю, что наверняка найдутся желающие. Поручение, безусловно, у нас, но мы очень хотели бы, чтобы жители присутствовали на данном мероприятии. Мы приглашаем всех. Насчет инвентаря, лопат, ведер, не беспокойтесь, это все предоставят наши сотрудники. Они будут в обязательном порядке находиться и в выходные дни, в том числе, на данных участках, и будут принимать такое же активное участие, как вы. На домах, на подъездах будут объявления развешаны, нет? Да, этим занимается органдел Ленинского района. Мы, соответственно, через управляющую компанию обязательно проинформируем людей о том, где будет происходить высадка. Я знаю, что в субботу в будущем уже будет наибольшее число деревьев высажено. Да. Может быть, назовем как раз эти адреса, чтобы в выходной день все-таки люди смогут действительно прийти. Основная масса, конечно, у нас будет высаживаться там, где благоустройство было проведено в этом году. Это ПЛК-6, ПЛК-18-16. Вот мы всех приглашаем в субботу, наверное, это удобно для всех, в 11 часов. Я знаю также, что и на Петровском проезде дом 22 и 27 тоже в субботу, тоже в 11 часов. Да, да. По нашим материалам, да, тоже будем на Петровском проезде высаживать деревья. Я думаю, что люди не могут не прийти, потому что возле своего дома посадить дерево – это не просто приятно, это, наверное, память на всю жизнь. Я посадил это дерево. Я на своем личном примере посадил возле 14-го дома с отцом дерево еще в 1972 году, который сегодня выше уже на моего пятиэтажного дома. Очень приятно. Каждый раз приезжаете, вспоминаете. Спасибо вам большое за интересную беседу. А я напомню, что в нашей студии был Александр Голиков, директор службы единого заказа, благоустройства и дорожного хозяйства. Продолжение следует...